Всем привет! Я Катя Кичук и сегодня мы будем смотреть, что же у меня лежит в сумке. Начнем с женских штучек, самых любимых. Это мои патчи для губ. Больше жить я без них не могу. Не люблю гигиенические помады, не люблю, когда волосы прилипают к губам. Я купила в каком-то суперобычном магазине и советую приобрести. Очень помогает, супер вещь. Классные губы становятся после патчей. Только что я сказала про то, что я не люблю, когда к губам прилипают волосы, но есть замечательная вещь, которая называется стекло для губ. Она нужна тогда, когда волосы все-таки убраны. Я обычно пользуюсь карандашом, но если я хочу быть суперкрасоткой в этот вечер, то я использую стекло для губ. Это хайлайтер Mark Jacobs. Он выглядит как дезодорант, когда ты выходишь на какое-то мероприятие, когда нужно, чтобы тело прикольно блестело. Именно этот хайлайтер очень удобен. У него очень большая поверхность нанесения, очень удобно, классно и смотрится замечательно, потому что он золотистого цвета. Классный дизайн и он прикольно выглядит на коже. Еще одна женская штучка, без которой не живет ни одна уважающая себя женщина, это, конечно, расческа. Это такая ностальгическая для меня вещь. И она с зеркалом. Это очень мило. У меня в детстве всегда были такие расчески с зеркальцем, поэтому она всегда находится в моей сумке. В последнее время я полюбила всякие блестящие заколки. Вот такая вот заколочка всегда лежит у меня в сумочке и очень часто мне помогает. И прикольно просто выглядит. Ты такая, ля, чуть-чуть из 90-х. Начинаешь чувствовать себя Бритни Спирс. Настроение повышается. Это слайм. Маленький, розовый, красивый. Ношу его с собой, потому что, ну, просто успокоит нервы. Не буду доставать персен из своей сумки. Он не такой красивый, как этот розовый слайм. Я не буду показывать, что это именно за шоколадка. У меня низкое давление. Частенько я могу почувствовать себя плохо. Но я там съедаю одну плиточку, и у меня становится намного лучше. Ну и, в принципе, шоколад дарит хорошее настроение. Недавно приобретенный мной талисман мне его подарила мама моего нового хорошего друга. Это монета затонувшего корабля. Я всегда с собой ношу, либо на себе, либо просто в сумке. Очень красивая, неровная, не идеальная. Этим и классная. Эту книгу мне подарил барабанщик из группы Серебро, Ваня. Ваня, если ты это смотришь, привет. Для меня это настоящая энциклопедия, потому что здесь собраны все вообще люди, которые внесли огромный вклад в культуру, в рок-культуру. И обычно я ее открываю, читаю, выписываю для себя какие-то имена, о которых я не знаю. И чтобы мне просто не было никогда стыдно, если кто-то о ком-то заговорит, я буду знать об этом человеке, потому что я всех нахожу из этой книги. Кто какую музыку писал, кто где выступал. И плюс здесь очень много всяких смешных историй про Моррисона и тому подобное. Очень интересно читать. Так как мы находимся в Кобре Геймхаус, не могу не сказать, что здесь, конечно, ну, невероятное собрание манги. Примерно года три назад я посмотрела аниме Ганс, буквально серии три. И я решила купить себе мангу и заодно пересмотреть аниме и делала это все, как бы, одновременно, вот, вместе с мангой, когда это все было сообща, было очень интересно и круто. Поэтому, если любите жестокие картинки, кровь, сражения и тому подобное, это вот манга для вас и аниме тоже очень крутое. Хочу пожелать всем хорошего настроения, побольше читайте, находите для себя приятную литературу, заботитесь о себе, делайте все, чтобы вам было комфортно по жизни. С вами была Катя Кисюба. Чай. Бес. И те-те. Комедия. Пешком. Диско. КОНЕЦ. 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 Продолжение следует...